В детской областной библиотеке на улице Почтовой о дне рождения знаменитого журнала «Мурзилка» знают, помнят и, конечно же, рассказывают юным читателям. Однако здесь школьники могут узнать не только об этом событии, но и об истории легендарного издания, которому в этом году исполнилось 93 года. Хотя началось всё гораздо раньше, ещё в конце века 19-го. Именно тогда канадский художник и поэт Палмер Кокс придумал маленький народ Брауни. А «Мурзилка» появился благодаря Анне Хвольсен, которая сделала вольный перевод текстов Кокса, дав персонажам другие имена. Там жили доктор Мась-Перемась, человечек с именем Шиворот-Навыворот, Знайка-Незнайка и в том числе Мурзилка. Он был хвостуном, драчуном, бездельником, его все называли пустой головой. Ну а потом этот герой полюбился нашему читателю и стал героем журнала детского. Правда, из хулигана и бездельника он превратился в доброго, умного и отзывчивого героя. Тогда же художник Леонид Каневский изменил внешний вид Мурзилки, сделав его пушистым, желтым медвежонком в красной шапочке и шарфике. Именно таким его знали наши мамы и папы, именно таким его знают и современные дети. За многолетнюю историю существования журнала его выпуск не прерывался ни разу. Именно поэтому в 2011 году Мурзилка был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как детский журнал с самым длительным сроком выпуска. Сегодня в нем печатаются известные детские писатели, в том числе и зарубежные. Здесь можно найти повести, рассказы, пьесы, стихи. В общем, все то, за что так любили Мурзилку еще в советские времена. С течением времени качество содержания журнала не менялось. В нем до сих пор печатается все самое лучшее. Но появились новые рубрики, посвященные великим художникам, спорту, детской безопасности. И несмотря на то, что современные дети больше интересуются компьютерами, о Мурзилке они не забывают. Я знаю этот журнал, он называется Мурзилка. Я его брала, по-моему, во втором классе в нашей школьной библиотеке. Не помню, что там было, но мне понравился этот журнал. Я хочу попробовать его почитать. Мы, конечно, с этим работаем, чтобы дети его знали. Потому что, когда первый вопрос детям задают, что из журналов они знают для детей, они называют только комиксы. Но когда рассказываешь о журнале, когда читаешь стихи, удивительные странички открываются детям, дети тянутся к журналу, спрашивают его, выписывают. Кстати, 31 декабря 2010 года одна из звезд в созвездии Тельца была названа Мурзилкой. Видна она в самый простой телескоп в ноябре и декабре каждого года. Так что следующий юбилей будет уже у звездной Мурзилки.